Настоящие русские писатели по-прежнему остаются мужиками и идут на фронт. Наш герой сегодня – Алексей Шорохов, писатель, поэт и прозаик, автор десятков книг, многие из которых награждены престижными премиями. Он не служил в армии, в его родном литературном институте не было даже военной кафедры. В день января 2023 года Алексей ушел добровольцем в зону СОО, в диверсионный отряд «Вихрь». Спасибо за вопрос. У меня еще будет небольшое предуведомление. Насколько я знаю, издательство «Вечер», где вышла моя крайняя книга, вот эта вот «Бранная слава», завезла несколько экземпляров сюда на сегодняшнюю нашу встречу. И помимо того, что я оставлю с радостью в библиотеке, там еще будет несколько экземпляров. И чтобы у нас было достаточно понятно, кому они достанутся, они достанутся за наиболее интересные вопросы. Правильно. Вот так и решили. Вот. Что касается происхождения. Происхождение у меня обыкновенное, простое. С одной стороны донские казаки, с другой стороны вятские крестьяне. Никаких писателей у меня в роду не было. Были воины. Я так понимаю, до князя Владимира, как минимум, мужчины в нашей семье защищали Родину. Во всяком случае, на всем обозримом пространстве историческом, которое я вижу, оно так и было. Мой дед, родной флегонд Анфилович Шорохов, служил в лейтгвардии Семеновском полку. Охранял государя императора Николая Александровича. Но тогда служба в гвардии, помимо красивой формы и так далее, включала в себя еще и то, что гвардейцы отправлялись первыми на самые угрожаемые участки фронта. Поэтому, так сказать, они не ножку тянули в Санкт-Петербурге, а под Польшу. Там был известный эпизод военной германской, когда гвардия, не только гвардии Семеновской, но и преображенцы, и конные полки были брошены в мясорубку. Там дед был ранен, заслужил две георгиевские медали за храбрость. В лазарете его навещали государыня и, соответственно, великие княжны, которые там работали с начала войны с сестрами милосердия. У нас даже в доме хранились какие-то вещи, которые были на Пасху подарены. Был кесет, вышитый руками великих княжен, и серебряная чарка, которую подарила царица Александра Федоровна. Они на Пасху обходили раненых и делали им подарки такие. Ну, кесет сгинул в гражданской войне, а чарка сохранилась, правда, наполовину урезанная, потому что в голод 30-го года половину этой чарки серебряной пришлось отпилить и продать, чтобы как-то сния выжила. Это вот из того, что я знаю на ближайшую историческую перспективу. Да, дед присяги не изменил, и когда началась гражданская война, он от мобилизации в Красной Армии уклонился, сказал, что я в этом не участвую, за что просидел несколько месяцев в Вятской ЧК. Вяткин, но так как он никакой контролюционной деятельностью не занимался, в общем, его отпустили, как-то так ему свезло. И на следующую войну он уже отправил троих своих сыновей и дочь, могу отца, двух его братьев и, соответственно, сестру Новосердия. Они вчетвером отправились на Великую Отечественную войну. Ну, там братья начали еще раньше финскую. Отец уже был призван. В 41-м году он встретил войну под Брестом. Первые мины немецкие 22 июня в 4 часа разорвались, в том числе и его землянки, была битва его друг, с которым они призывались вместе. И вот так началась для него Великая Отечественная война. Он ее закончил в 46-м году в Бухаресте, оттуда демобилизовался и вернулся на родину. И достаточно поздно, уже в 50 с небольшим лет, родил меня. Поэтому у меня вот эта вот связь, как бы, так сказать, не спасибо деду за победу, а спасибо отцу за победу. И, ну, так получилось, что, в общем, я как-то на поколение оказался старше своих сверстников. И все вот эти истории живые об одной войне и о другой. Вот они в нашей семье жили. Поэтому, да. А с другой стороны были казаки, казаки донские, которые, ну, полностью тихий дон. То есть, мой прадед на стороне белых начал войну. Потом, так сказать, перешел на сторону красных. Когда, ну, так перешел. Когда их под Новороссийском прижали, офицер пришел и сказал, что мы сейчас уйдем в Крым. А вам лучше переходить к красным, потому что, судя по всему, так сказать, ну, мы войну проиграли. Вот. Но, тем не менее, мы это не забыли. Он дважды был в ссылке за Игаркой. Вот. Вернулся и умер от туберкулеза. Ну, и, соответственно, так сказать, вот, как бы, вся история страны в истории моей семьи. Для меня это все близко. Все это не сказки. Это не Ташкентский фронт. Это все вот настоящее. Вот. Вкратце. Угу. Елена, я так понимаю, что одну книгу вы сегодня хотите выиграть, это точно. Ну, не знаю. Вот. Мне в этом смысле повезло. И, забегая вперед, я скажу, что, конечно, сейчас воюют, ну, или, скажем так, воюют последние советские поколения. Это мужики 40-50+, воспитанные в нормальной советской школе, на классической русской литературе, русской и советской. Те, кого, так сказать, не коснулись вот эти 30 лет, когда все великое высмеивалось, патриотизм назывался последним премьерничьим негодяев, а Родина формулировалась как то место, где меньше налоги. Вот. Поэтому я достаточно рано, лету восемь, прочитал Бородину. У меня была прекрасная изданная книжка с замечательными картинками. Вот. Грех был ее не прочитать. Пушки, гусары, все. Вот. Вот. Не просто прочитал, я его учил наизусть. Ну, и, собственно говоря, сказать, что какие-то книги особенно… Я по школьной программе шел. Иван Тургенев, Иван Сергеевич, конечно, был очень близок к Беженблуг. Я родился на Орловщине, я орловец. Поэтому для меня, как бы, все его описания природы – это, собственно говоря, те реки, те холмы, по которым я ходил, леса, перелески. Это все было очень близко. Иван Сергеевич Тургенев был, безусловно, очень важен. Начиная с Беженого луга, с записок Охотника и вот туда-дальше к его романам, ко всем. «Тихий дон» я прочитал достаточно рано. Раньше школьной программы, лет в тринадцать. В общем, это не детское чтение, но, тем не менее, книга тоже как-то огромное оказала на меня влияние. Перевернула все во внутреннее. Ну и, как выяснилось потом, что это не случайно, что казачьи корни, они каким-то образом давали о себе знать и дают всю последующую жизнь. Это вот из каких-то таких книг и каких-то таких произведений, которые оказали сильное влияние. Очень глубокое, скажем так, призвание в литературу, конечно, произошло через Блока. Я как-то его «Двухтонник» лет в четырнадцать, в тринадцать открыл. И вот именно «Двухтонник», то есть не программа, но там стихи. Начинается с стихов «Прекрасная дань» и дальше. Лирика подряд, она очень сильная произвела мне впечатлениями. Наверное, тогда и как-то заболел быть. Алексей, добрый день. Юрий, скажите, а вот насколько состав участников СВО интернационален? Потому что мы знаем, что очень много национальностей служит. Вот насколько он разнообразен в своих интернациональных параметрах? Состав бойцов, вот у нас был отряд добровольческий, есть там, допустим, казачья часть добровольческие, которые, понятно, да, на девяносто девять процентов укомплектованы русскими, то есть казаками. У нас был отряд специального назначения, у нас действительно было много ребят разных национальностей, и пехотные части, мотострелки рядом с нами были, и десантуры. Я могу сказать, что состав служащих, воюющих сегодня мужчин соответствует, в общем, этнографической карте России. То есть это восемьдесят девяносто процентов русские и представители других коренных народов России. Татар у нас много было, причем были крымские татары. Нам все время говорят, что крымские татары вроде бы с той стороны. Нет, у нас был крымский татарин, кстати, которого свои не очень одобряли за то, что он пошел воевать за Россию. У нас были, разумеется, якуты, калмыки. Ну, в общем, все, кто с нами, дагестанцы были. Дагестанцы, вот такие ребята, я с ним готовы в разведку и, собственно, их отдел. Вот, то есть все коренные народы России были представлены именно в том процентном соотношении, о котором я сказал. То есть восемьдесят девяносто процентов русские, ну и представители других коренных народов России. Скажем так, представители московских народов, которые, так сказать, здесь очень много мелькают на телевидении и так далее, я не встречал. Спасибо. Что я взял? Я взял от него рост гвардейский. Потому что, да, у нас в семье все говорили, у меня отец был не высокого роста, а вот говорили, что да, вот, Алеша, он в деда пошел. И, как это ни странно, мой сын тоже был старше Ростислав, тоже такой под два метра. Вот это вот однозначно я взял от деда. Ну, а так я надеюсь, что я взял от него верность присяге, что, несмотря на меняющиеся какие-то исторические обстоятельства и так далее, присягать другой родине, другой истории, другой вере я не буду, что у меня хватит мужества быть верным своей присяге до конца. Ну, в общей сложности я провел на СВО чуть меньше десяти месяцев, потому что мы в январе заехали, в середине января 23-го в учебку, а в ноябре я демобилизовался, у меня закончился контракт. Вот, поэтому, ну, включая учебку, соответственно, семь месяцев мы были в зоне боевых действий, как бы на линии боевого соприкосновения. А территориально это была Херсонская область, Кенбурнская коса, которая между Очаковым и Николаевым, нависает над Очаковым, вот, и потом Бахмут, Бахмутское направление, южный фаз Бахмутского фронта, как раз вот где этим летом были наиболее жестокие бои, собственно говоря, знаменитый этот контрнаступ в СВО, он два удара наносилось, один на Запорожье, вот, и другой под Бахмутом, они пытались продавить фронт. Понимаете, вот, современная война, она очень сильно отличается от всех предыдущих войн, и вообще надо понимать, что то, что сегодня называется СВО, это самый масштабный военный конфликт со времен Великой Отечественной войны. Полторы тысячи линий фронта. Используются все виды вооружений, кроме ядерного и химического оружия. Авиация, ракеты, артиллерия, минометы, тяжелые минометные системы, тактические ракеты, то есть все. Поэтому сегодня, если простая, допустим, артиллерия, там, отечественные наши, там, 152 миллиметра гаубицы, там, на 20 километров, на 23 может стрелять, да, то, когда появились американские три топора, они уже стали закидывать на 30 километров. Это артиллерия, это не ракеты. А ракеты, соответственно, бьют гораздо больше. И на 100, и на 150 километров ракета может попасть. Поэтому, вот, вся зона, скажем так, около ЛБС, на глубину, там, 10-15 километров, и плюс, я уже увольнялся, уже вовсю работали, ну, в смысле, как бы, так сказать, до моего ранения, уже дроны пошли. Вот, они тоже всю линию, там, 5-7 километров в глубину достают. То есть 15 километров – это зона, куда спокойно достает вражеская артиллерия. Ну, да, потому что по нам отработала тактическая авиация Украины, два штурмовика Су-25. По какой цели ударил второй, я не знаю, так сказать, ну, наш, в кавычках. Он ударил по дому, где находился я, американской планирующей бомбы, корректируемой. То есть, как бы, он ее сбросил, ну, не заходя в зону поражения ПВО. Ну, во всяком случае, такого ближнего действия. Вот, и она дальше летела и вошла в дверь этого дома. Дом сложился, дом был мощный, кирпичный. Вот. То есть, там, в труху, там ничего не осталось, ни перекрытия, ни стен. Вот. И, к сожалению, действительно, там было много ребят, и для многих он стал братской могилой. Вот. Мне, действительно, посчастливилось среди еще, ну, как бы, вот, в числе четырех человек остаться живым. И, ну, я совершенно точно понимаю, что, конечно, это чудо Божие, потому что, в общем-то, ну, при таком раскладе никто не должен был уцелеть. Ну, потому что, я еще раз говорю, попадание бомбы – это все-таки посерьезнее, чем снаряд. Там два улицы, да, там были танковые снаряды, так далее, по мощности взрыва. Вот. И все мы находились… Ну, вот, один из выживших, он как раз выходил его, выбросил взрывной волной, пожгло только. Вот. Ну, так. Кожа. В общем-то, конечно, там все должны были остаться, поэтому все, кто выжил, все, вот, из четыре человека, я думаю, конечно, это чудо Божие, почему мы остались живы. Ну, я думаю, что… То есть, я не думаю, я уверен, очень много людей за меня молилось, очень много моих друзей, много просто людей, которым нравится то, что я делаю, за меня молились, мне постоянно говорили, писали, поэтому вот это вот вытащило меня, как бы, из такой ситуации. Как там местное население выживает? Бомблять? Разрубка такая? Ну, как сказать… Вот на ту глубину, про которую я говорю, там, ну, как минимум 10 километров, там, где мы были, там, даже вот эти поселки, они, конечно, все уже оставлены людьми, люди оттуда эвакуированы. Вот. Но люди, которые живут, скажем, там, в 20-ти километрах, в 30-ти, в 40-ка от линий боевого соприкосновения, они тоже не чувствуют себя в безопасности, потому что, ну, понимаете, вот как только там какой-нибудь госпиталь развернут, да, или там что-то вот такое, какую-то цель для себя отыщут враги, они туда запускают, допустим, «Хаймерс». «Хаймерс» – это мощная вещь, от него двухэтажный дом складывается, так сказать, только вот перекрытие, как ребра остается. То ли там вверх, вот в Дебальцево, они ударили по гостинице, она была достаточно многоэтажная, там то ли 8 этажей, то ли 9, то есть вот два этажа просто так вот провалены. А люди вокруг живут, магазины, ходят, работают. Ну, как? Так, когда я еще до СВО ездил туда и пытался донести, что, ну, что там происходит, мне один человек сказал, ну, а что они там сидят? Ну, взяли бы и уехали в Россию. Я так представился, 7 миллионов человек, население Донбасса взяло и уехало, бросило могилы своих родителей, там и так далее, свою землю, там, свои дома. Вот. Поэтому они живут, не уезжают. Меня вот очень всегда поражало, когда я приезжал в Донецк. А Донецк, он уже очень давно, сначала СВО как минимум, сидит без воды, то есть воды там дают, ну, так сказать, по расписанию и по каким-то дням. Ну, вроде сейчас там тянули из Ростова водовод, я не знаю, насколько вот изменена ситуация, но насколько мы здесь… Под Андреевкой распределительно освободили сейчас территорию, где основной был распределительный водовод. Это под Андреевкой. Сейчас под Андреевкой освободили, вода будет через месяц. Ну, дай Бог, я рассказываю просто вот про эти годы, когда ее не было. И меня всегда удивляли и поражали женщины Донецка. Они очень красивые, очень ухоженные, вот в этих невероятных условиях. Вот очень… То есть вот… И вот библиотечные работники, я там выступал в разных библиотеках. А когда вы в первый раз приехали вообще? В 15-м. Когда начались все события? Ну, события начались в 14-м, а, так сказать, я приехал в 15-м, потому что раньше не мог, у меня двойняшки родились. Вот. У меня, как бы, так сказать, хоть я и рвался, но сделать это было нельзя. Вот. И потом уже в 15-м я поехал сначала в Луганск, а потом уже в Донецк. Да, Юрий, я… Андрей. Андрей, да, прошу прощения. Андрей, я согласен, потому что я считаю, что, как, в общем-то, и многие русские писатели, мыслители, и иностранцы умные, которые наблюдают за нашей Родиной, что управляется она все-таки не из Кремля, а Господом Богом. Вот. И нам был попущен ковид для выразумления, но, в общем, он никого не выразумил. Ну, как-то так пересидели, кого-то похоронили. Ну, в общем, побежали дальше. Урча праздновать, фуршетиться, да, телефонить, тиктокничать и так далее. Вот. И после этого, конечно, пришла война, как вот такая последняя возможность для отрезвления, я бы сказал наказание. А наказание преследует не цель уничтожить, а цель вразумить. Наказание и наказ в русском языке – однокоренные вещи. Вот. И поэтому, скажем так, властная элита стремительно стала умнить. То есть люди, которые получали ордена за заслуги перед Отечеством, Тимбаковевичем, для них вдруг неожиданно убежали в Израиль. Хотя для умных русских людей было, очевидно, очень давно. Я 20-30 лет назад об этом писал. Мне не стыдно за все, что я говорил. Мне не надо, слава тебе, господи, перестраиваться. Другое дело, что это слышать не хотели. Поэтому я еще раз говорю, что вот такое вразумление сейчас происходит. Вот. Маски сорваны, да. Поколение потеряно. Я был знаком с Аллой Валентиновной Бородиной. Да, есть ребята молодые, я их знаю. Молодцы. Герои ордена мужества и так далее. Но они от своего поколения составляют очень небольшую часть которой воюют. Вот. А огромное количество, у меня жена декан факультета и так далее, которые мечтают и приходят, берут какие-то справки, чтобы сбежать куда-нибудь в Восточную, Европу и так далее. Вот. Едут это, обсуждают со своими девушками. Я вот тоже думаю, а как тебе интересно вот перед своей девушкой выглядеть, да? Ты вот сидишь и думаешь, как бы сбежать от войны. Вот. И за что тебя девушка будет тогда любить? Тоже интересно. Я считаю, что проблема тех, кто убежал, как раз находится на горочке. Потому что это мы виноваты, что он в 20 лет какой-то порыве изменяет за… Да. Нет. Все нормально. Но дело не в том, что нет такого, как бы, персонажа исторического делания, как общество. Вот. Есть люди, есть правители. Как говорил Сталин, у каждой катастрофы есть имя, фамилия, отчество и должность. То есть это вот все не с неба свалилось. И я об этом много пишу. Потому что я считаю, что наша страна, конечно, в 90-е годы, так сказать, ее попытались сделать колонию. Колонии не нужна самостоятельная суверенная культура. Поэтому насаждали колониальную культуру, растили вот этих вот самых. Вот. Разумеется, не все выросли. Были нормальные семьи, там, и так далее, там. И нормальных ребят достаточно много. Но, увы. Когда… Сейчас я вам скажу. В 2002 или 2003 году Алла Валентина Бородина, царство ей небесное, создала свой курс. Основу православной культуры. Учебники с 1 по 11 класс были расписаны. Культурологический курс. Не богословский. Где, на примере великой русской культуры, как бы, вот рассказывалось, почему там вот этот храм стоит, почему у Толстого там вот так они говорят, что такое там, так далее, так далее. Вот. Я помню, мне довелось с ней дружить и помогать ей. Она мне помогала. Я помню, какая травля началась ее. В московском комсомольце, везде. Заезжал голос свободы. Это было 20 лет назад. Друзья мои, 20 лет назад, если бы этот курс ввели, а его пытались ввести, если бы ввели этот курс, было бы другое поколение. Но его не ввели. А на нее вообще уголовное дело хотели бы возбудить за, так сказать, пропаганду русской идеи. Вот. Поэтому, я еще раз говорю, что это не общество и не мы. Мы – это очень размытое понятие. Я вот, допустим, все эти годы занимался вот тем, чем занимался. Вот оно все здесь есть или нет. Там не все. Малая часть. Дело в том, что таких писателей много. Я еще раз говорю. Понимаете, у каждой катастрофы, в том числе у культурной катастрофы, которая произошла, есть авторы, есть агенты влияния, есть люди, у которых, как в Евангелии сказано, где твое сокровище, там и твое сердце. Если у него сокровище в Англии или на Женевском озере, то, соответственно, и сердце его там. Он здесь работает министром культуры, там, да, там, кем-то еще по массовым коммуникациям. Вот. А сокровище его там. Ну и, соответственно, он осуществляет. Я не считаю, что это случайность. Не доглядели, там, и так далее. Это последствия колониальной политики. Просто Россия – это не североамериканские индейцы. Страну с тысячелетней культурой и историей колонизировать очень сложно. И с таким самым упрямым на свете народом русским, как про нас сказали. Американцы, по-моему. Какой-то министр обороны американский сказал, что самый упрямый на свете народ русский. Вот. Это даже за 30 лет у них не получилось. И очень много писателей. Вот Союз писателей России, единственный, собственно говоря, который является правоприемником Союза писателей СССР, легитимный, потерял за время спецопераций шесть своих членов. Один еще пропал без вести. Молимся за него. Ну, в общем, как бы… Уже очень много времени прошло. Вот. Это писатель. И они в Чечню летали в 95-96 году. И в Сирию летали наши. Поэтому это писатель. Другое дело, что их по телевизору не показывали. Они не выступали на огромных и не получали, там, десятки тысяч долларов премии литературной. Вот. Но они… И сейчас они оказались нужны, когда Родине тяжелло. Вот так вот. Слава Богу. Однозначно. Верия Женя. То, что я писатель, они узнали. Потому что интернет – это такая штука. Я пытался… Я поехал туда, ни как писатель, вышагивать и расспрашивать, а вот расскажите о своей судьбе. Я поехал воевать. Но ребята достаточно быстро узнали Ну, как бы так сказать Что касается литературных вечеров Понимаете, это представление из прошлой Великой Отечественной войны Когда там приезжали концертные бригады И так далее, и так далее, и так далее И там можно было собрать бойцов Они все красиво сидели, слушали там песни Подпевали там, что-то еще такое Сегодня любое собрание бойцов Там больше 6-7 человек Это повод для того, чтобы в эту группу людей Бросить все, что туда долетит Потому что птички, то есть глаза, висят постоянно Ну, я не говорю там про спутниковую разведку Вся разведка спутниковая НАТО работает на хохла Поэтому никакие выступления на линии боевого соприкосновения И там в непосредственной оперативной глубине Невозможно, и ни один здравомыслящий офицер Не будет своих солдат собирать, строить и так далее Хотя есть такие Не буду называть кто Которые устраивают время от времени построение Когда потом прилетают хаммерсы, выкашивают Ребята До сих пор еще не перевелись такие у нас герои с лампасами Поэтому, конечно, ни о чем таком речи не было Но вот эта вот книга, которая у меня называется «Война» И она вышла в 20-м году еще, когда ДСЛО было далеко А война уже шла, и для всех здравомыслящих людей Это было понятно Война шла против России, а не против Донбасса Это тоже понятно Она как бы, да, я ее подписывал ребятам Чтобы у меня было с тобой штук сколько-то, штук 20 Но как подписывал Все же хотят, батальон не подпишешь Поэтому вот, когда у кого-то день рождения Я как раз и такие подарки делал Мне году, по-моему, в 18 или в 17 предложили знакомые Говорят, вот издательство ЭСТ Крупнейшее издательство 80% книжного рынка контролируют у нас вместе с Эксмормами Объединились в группу издательскую Собирается, ищет автор, который бы написал биографию Ну и вообще книгу о Маске Потому что есть какие-то переводные англоязычные А на русском языке книги о нем нету Я подумал-подумал и согласился Почему? Я скажу Мне кажется, Маск, он, понимаете Есть такое понятие икона времени Вот, допустим, для Достоевского Икона времени, да уже и для Пушкина Это был Наполеон Человек, который из ничего Зашел на вершину мировой власти Недавно он там раскольников мечтает Про Наполеона У Пушкина мы все оглядим Наполеона Двуногих тварей миллионы Для нас Орудие одно То есть как бы Наполеон их всех поразил Потому что там тот же Пушкин и тот же Достоевский Они все-таки аристократы Кто-то продавите, кто-то не очень Но тем не менее И для них какое-то движение по карьерам Лестницы нормально А тут вот раз И в императора И, так сказать, властелин практически всего мира Такого европейского Вдруг объявился с Корсик То есть вот для них Для Достоевского в большей степени Вот это иконы времени был Наполеон Он как-то интересовался им Вот я считаю, что икона нашего времени Это Илон Маск Тоже, в общем, парень из какой-то Ну, не совсем из какой-то Там, из южноафриканской Но все-таки южная Африка – это дыра По сравнению с США, Англией, Францией Он не из Австралии? Нет, он из Южной Африки Вот Ну, правда, у него папа там был инженер преуспевающий Южная Африка – это все-таки не те самые Не жирафы, это золото Это изумруды То есть, как бы там Но тем не менее, оттуда приезжает в Америку Да, там без связи, без ничего, действительно И начинает свой путь В общем, он меня заинтересовал Да И когда я о нем начал писать Он был там, ну, в десятке, может быть, в двадцатке Самых богатых людей мира Когда там уже третья издание выходила Он уже был самым богатым человеком мира То есть, да, и он мой сверстник То есть, мне это тоже интересно Ну, вот Поэтому, собственно говоря, я о нем начал писать Но так как он персонаж такой Он постоянно пузырится какими-то, так сказать, медиаповодами Он не дает о себе забыть ни на секунду Вот То, соответственно Как бы у меня каждый год появлялось какое-то продолжение Буквально накануне войны Я написал, ну, вот это слово Про Старлинг Он тогда запускался И у меня был очень хороший разговор Ну, с одним очень серьезным специалистом Я как раз его допрашивал Говорил, вот Старлинг может использоваться в военных целях или нет И он меня уверял, что нет Ну, как бы, так сказать Ну, на уровне, там, тактического звена Вряд он будет использован Но, тем не менее, события, да, сложились немного по-другому Ну, и Старлинг стал единственной связью ВСУ после того, как мы отключили их от спутника европейской связи Кассат Ну, не мы, Россия в этом не призналась Но группа неустановленных лиц, неустановленной территории В ночь на 24 февраля 22 года вывел из земли спутник, который находился на расстоянии, там, 15 километров от земной поверхности На низкой обеде И, соответственно, вся украинская армия, там, всякие ведомства остались без связи И им срочно подвезли Старлинг, Илона Маска И они как-то вот после этого стали дальше воевать Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, вы подписывали книгу, да, скажите А вот между боями промежутков, в качестве моральной поддержки, вы стихи свои читали или нет? Да нет, вы знаете, в качестве моральной поддержки постоянно Сегодня же, ну, да, там, непосредственно на ЛБС и так далее Интернет глушится, там, рэп работает и так далее Как чуть-чуть, так сказать, оттягиваются на ротацию, там, на отдых, помыться с предка люди Вот, разумеется, первым делом включают телефоны Связь с родными, новости и так далее И мне в большей степени приходилось объяснять Или пытаться объяснить какие-то вещи, малопонятные для нормальных ребят Которые впряглись в эту войну Что у нас здесь происходит в тылу А у нас тут много чего происходило У нас мятеж Пригожина был, там, и так далее И все это как-то надо вот попытаться объяснить Что, как, вот Почему азовцев обменивают венных Почему наемников отпустили, американских и английских Вот, это вещи, которые трудно понять человеку Который сражается, у которого одна правда Вот там враг, вот здесь свадь, все А это все как-то надо вот пытаться объяснить У меня достаточно много книг разных, скажем так, разных жанров даже Вот, у меня есть проза Ну, разумеется, я поэт Я начинал как поэт И, в общем-то, надеюсь, что это не закончится Вот, но у меня есть эссе литературные, культурно-исторические Колоссовские какие-то, так сказать, размышления Но вот они тоже отдельными книгами выходили Вот я тут в историю с Маском попал, тоже четыре издания Ну, каждая книга как-то отличается от предыдущей Более расширенной версии с какими-то новыми событиями Поэтому мне трудно сказать Я могу вот такую историю рассказать У меня достаточно хорошо писалось проза в 2000-е годы У меня несколько книг прозы вышло Вот, это была проза про любовь Ну, такие истории Вот Человеческие истории А потом, как-то как отрезвое Я не писал прозу, очень много было публицистики Много было каких-то других вещей Ну, стихи, слава богу, писались тоже книги регулярно выходили Переводились на разные языки То есть, в общем, это движение было И вот я к прозе вернулся уже, когда меня в военно-транспортном самолете Был 76-м Уже из ростовского госпиталя Сюда, в Вишневского в Дизвей Ну, это я просто понял, что, да, что У меня даже одна рука была забинтована А другая прямо чесалась Я понял, что надо писать вот все, что вот это вот во мне сидит Должно быть написано И достаточно быстро вот эта книга была написана Там поиски, рассказы Фронтовой дневник Ну, фронтовый дневник он писался, как-то по мере Боевых действий А основной корпус текста был написан там Подзебальцево где-то за месяц Вот, такой вот удар по голове оказался благотворным У кого еще какие вопросы? Нет, я еще там Вот Мои еще там сражаются Ну, правда, как бы, так сказать Ну, в общем, отряд понес очень большие потери под Новый год И пока, ну, скажем так, его переформирование идет Вот Но, понимаете, в чем, допустим, отличие мое, я так думаю, от вас Я, во-первых, поехал добровольцем И, во-вторых, я поехал без малых 50 лет То есть, и в-третьих, я на эту войну все-таки ездил То есть, ну, как-то вот я постепенно втягивался, да Вот я первый раз приехал в 15-м году и увидел Я думаю, ничего себе, да как это В 16-м, 17-м уже начал помогать, уже волонтерские пошли какие-то вещи И уже потом там, ну, 19-м уже к обстрелам как-то начал привыкать Потому что я в Горловку ездил, ее бомбили все эти действия В Донецке, как бы, после 15-го и до 22-го года Ну, практически был Курортный город, там по пригородам летел И веселый там, да А, так сказать, Горловка была под ударом все эти годы Поэтому вот я как-то потихоньку втягивался Я не скажу, что на войне я увидел Или там ожидал какие-то в каких-то розовых очках ехал Я, в общем, уже, ну, и с бойцами дружил Уже похоронки какие-то пошли на моих друзей Поэтому и про бардак я очень много знал Небо на слышке Вот И в церкви уже не смеялся Поэтому вот какого-то такого резкого слома не произошло Но это другое ощущение, чего мне вам рассказывать Как бы На войне человек, он то, что есть Не то, что кажется, а то, что есть Алексей Алексеевич, я хочу задать вопрос Просто у нас некоторые читатели читали ваши стихи И обратили внимание на такое стихотворение, как «Качели» Вроде бы это стихотворение и не про войну Она столько перевернула душу Могли бы вы почитать? Именно это стихотворение? Именно это стихотворение Оно было написано в Зайцево Зайцево, это поселок, который все эти 9 лет Его только в 23-м году освободили полностью Был разрезан на две половины линии фронта Соответственно, одна часть была под ними, другая под нами Ну, это уже за горловкой Ближе к бахмату Да, стихотворение Качели Снова в небо взлетает малыш На земле воцаряется тишь Неразваленных минной домов Неналившихся тьмой проводов Только тише, малыш, и весна Почему ж твои ночи без сна? Почему, припрывая блокпост Он, не ты, поднялся в полный рост? И теперь его юная мать Будет в памяти долгой качать Сквозь года и стрельбу и метель Раз за разом пустую качель Вы не представились А представился Константин Шлям Вот, Константин, да Ну, прошу прощения Да, у меня несколько песен Ну, в общем, даже не несколько уже Ну, может быть, штуки 4-5 написано Черный ворон Горловский У меня поется уже в окопах давно Даже клип можно найти в интернете Ну, вот такой клип Не такие, как там, так сказать Снимают люди с бюджетами Много миллионов рублей Но вполне симпатичные На фотографиях Горловского фотохудожника И блогера Егора Ой, господи А, кстати, Егора Горова Да Ну, вот И есть там еще песни Поэтому, но Константина Я с удовольствием подпишу Если появится еще Это будет здорово Потому что, да Меня спрашивают Я вот смотрю Ну, как бы, вот сегодня действующих писателей На войне же много людей пишут Но они, как бы Он только начинает себя, да Там, вот Как писатели чувствовать Особенно, конечно, стихи Многие начинают писать И они, ну, достаточно, скажем так Сырые там бывают И так далее Искренние, но не очень профессиональные Вот А есть профессиональные писатели Которые сегодня сражаются Это вот Дима Филиппов Он под Авдеевкой Сапер Вот Ну, соответственно Дима Артис Он, так сказать Ну, по-моему Второй контракт пошел Не знаю Сейчас Я его недавно В Москве видел Как он Да Вот Алексей Полуботов Уехал В декабре Тоже профессиональный поэт Известный Записался Добровольцем Поэтому Да Я всегда смотрел Когда там у Димы У Филиппову появляется интернет Он там стихи выкладывает И я ему так по-хорошему заведовал Думал О, молодец На войне пишут стихи У меня как бы Со стихами Вот На СВО не очень У меня Проза, слава богу Вышел целый том А Все стихи Написаны Именно С 15-го по Ну, 21-й На 22-й год Вот В этой книжке Везет Там и Чечня, кстати Есть Вот она уже С библиотечным штемпером Чтобы не унес Это правильно Это совершенно Предусмотрительно Вот С такой обложкой она вышла Там У нас несколько вариантов обложки было Издатели спрашивали Книга торговцев Торговые сети книжные Они забраковали Несколько обложек Вот на этой остановились Она простенькая Тут как бы Моя фотография И ребята, которые там уходят Ну, куда-то На боевое задание Такие силуэты Что В этой обложке Хорошо И Что для меня важно Я это согласовал Со своим командиром Здесь Эмблема нашего отряда Вихрь Отряд специального назначения С летучей мышью Которые Сжимают в своих когтях Змею Да? Символ Измены Предательства Ну Символа врага Скажем так Вот Поэтому У меня Отряд Вихрь И соответственно География Его боевой работы Вот в этой книге Нашла какое-то свое Отражение Но это не документалистика Это художественная проза Поэтому Как это бывает В художественной прозе Что-то Совершенно Чисто срисовано Из действительности Что-то додуманное Персонажи Тоже Где-то Какие-то ребята Читают Знают себя Ну вот Поэтому Мне Сложно об этом говорить Но я хочу сказать Что люди Которые прочитали Почему-то сразу Поставили Люди Уважаемые Мною Писатели Литературные Критики Поставили Ее В один ряд С окопной Прозой С так называемой Лейтенантской Прозой Юрий Бондарев Воробьев Курочкин Василь Быков То есть Здесь Действительно У меня Этого Нету Что Встают 400 человек Батальон Тем более Что На моих глазах Таких батальонов Не было Все Правильно Увы Ты И С Количественный Состав Мягко говоря Сильно Уступает Списочному Поэтому Да И со словами Вперед Россия Идут И красиво И героически Сражаются И побеждают Малой крови Здесь Описана Действительно Та война Которая Есть Здесь Есть Герои Которые Есть На этой Войне Есть Предатели Есть Люди Сломавшиеся Есть Разные Судьбы Бойцы Командиры Санинструкторы Соответственно Военмеды Женщины То есть Измены Или Какие-то Такие Вещи Из которых В общем-то И слагается Наша Жизнь Поэтому Я думаю Мне как-то Трудно На это Ответить Я могу Сказать Что Допустим Она состоит Из таких Рассказов То есть Главное Почему Она Назвала То есть Получила Своё название Книга Это Бранная Слава Это Поезд Поезд Начала Публиковаться В журнале Москва И там же Она будет Полностью Опубликована Как мне Сказали В редакции До Майя Этого Года Она будет Выходить Отдельные Отрывки Из этой Поезти Появлялись В литературной Газете В журнале Родная Кубань В газете Слово То есть В общем В интернете Можно найти Отдельные Главы Потому что Она Состоит Из Каких Можно сказать Новелл Которые Можно Отдельно Давать Хотя Она Объединена Общим Сюжетом Или Главные Герои Или Завязка Есть Есть рассказ Жираф Который Посвящен Ну Скажем Так Связан С Кинбурнской Косой Как раз Специфика Этого Участка Фронта Есть Есть Другие Рассказы Ноябрь Вопрос Мне придется Переписать Заново Поэтому О чем Она Читайте А Представьтесь Пожалуйста Вот Вот Татьяна Вы знаете Вопрос Просто Замечательный Потому что Конечно Я не политик У Владимира Владимировича Другое мышление Понимаете Он Видимо Видит Действительно Мне тоже понравилось Когда я в День Центра Выступал Еще вот Книги не было Но уже какие-то Вопросы Они шли Меня спросили А как вы вообще Понимаете Вот Эту нынешнюю Ситуацию Потому что Гибридная война Гибридная Идеология И в конце концов Гибридное общество То есть Для гибридного общества Действительно Клоуны нужны Но История показывает Что Вот это Иллюзия Что можно управлять Вот этими разными Как у них называется Стратами Одному Моргенштерна Он покается Один не в ту дверь зашел Но его послали В горловку Он в ту дверь зашел И вроде все нормально Искупил грехи Перед родами Перед народом И так далее Вот Вот Эта вот Иллюзия управляемости На самом деле Перед такими Мощными событиями Как война Перед такими Вызовами Она конечно Срывается И я думаю Что от этого Понимания Еще до Политтехнологов Кремлевских Не дошло Что на самом деле Все гораздо Серьезнее Что с западом Не договориться И они еще На все кнопки Не нажали У них еще Здесь полным-полно Агентов влияния Которые могут быть Включены И последствия Этого включения Будут гораздо Сложнее Чем то Что мы имеем Сейчас Поэтому я считаю Что для России Будущего И прошлого И настоящего Для вечной России Конечно Клоумы нужны В цирке Но не в качестве Учителей Жизни Не в качестве Подражания Примеров Подражания Детям И так далее И так далее Вот Конечно Хочется надеяться Что да Знаете Как фронтовики Которые вернулись С фронта Собственно говоря Они же И поднимали Страну Из-за развалин Вот У меня отец Тоже В общем Был Ну как бы Занимался Заводами И так далее Руководил Вот И у них Решались вопросы Гораздо проще Они в обход Горкомов Министерство Созванивались Там Узнавали Там Ну Ты там на каком Я на втором Белорусском Да елки Мы рядом А что А у меня там Листов не хватает Да ладно Я тебя сейчас Подкину И так далее Это же Не себе Надо Что-нибудь Вести Чтобы Выполнить План Чтобы Станки Пошли Вот То есть Вот так Это работало После войны Я надеюсь Что После нашей Победы Это будет Также Работать И В дальнейшем И клоуны Будут Но Пусть они На своем месте Будут Ну Это вот Ситуация В культуре Философии Да Она называется Ситуация Постмодернизм Когда нам Сказали Что история Закончилась Что дальше Что врагов Нет И дальше Какое-то Мирное существование Рынок Гипермаркет Телевизор Хлеба И зрелище С хлебом Вроде Все нормально Никто не голодает Значит Нужны зрелища Но это Как бы Такое ощущение Что Мы живем В какой-то Кажущейся Постреальности А в эту Постреальность Врывается Настоящая Реальность С кровью С болью И так далее Они же Все на этой Философии Наши Политтехнологи Выросли Опять-таки Многие из них Получали образование В Еле И так далее В Оксфорде Ну Ёлки-палки Понимаете Но У них же Моцги-другие Они русскую историю Не знают Или если И знают То по каким-то Английским Американским Учебникам Поэтому Здесь Очень много Вопросов Но они Насколько я знаю Сейчас решаются У нас Как бы Такие настоящие Мощные Философы Работают И Как бы Пытаются Вот эту Картину мира Выправить Ну В общем Ну Что Я думаю Что Война Конечно Расставит Все на свои места Будем Верить в это В будущем Будем Спасибо вам огромное Спасибо Алексей Алексеевич Я хочу поклониться Вам тоже За то Что вы здесь За то Что вы Не побоялись И пошли На эту передовую За то Что у вас Замечательные книги И я думаю Обязательно Почитаем Наши читатели Ваши книги Но я еще Хочу задать вопрос Дорогие мои Но почему В этом мире Что бы Не произошло Какие-то Коллизии Какие-то Войны Да Горячих Точек Очень много И виноваты Русские Русские Виноваты А хотят Ли русские Войны Хотят Ли они Этой Войны Ну может Немножко Рано Солюте Лидович Очень Замечательная Была встреча Спасибо Зоя Николаевна За организацию Потому что Ну это Как всегда На высоте Жители Уже У нас Давно знают Что Здесь Проходят Такие Интересные Вероприятия Сегодня Оно Особенно И интересно И познавательно Поэтому Вам Большое Спасибо За то Что нашли Время Прийти В наш И жителям Нашего Района Рассказать О таких Волнующих И значимых Событиях Которые Привожат В общем И беспокоят Конечно Всех Русских Людей Спасибо Вам АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А по поводу выборов Я скажу Одну Простую Историческую Вещь Вообще Надо знать Свою Историю Чтобы Вам Какие-нибудь Юмористы Из Одессы Какие-нибудь Выпускники Оксфорда Ее не пересказывали Чем у нас занимались В 90-е годы Все кому Так вот У нас К сожалению Есть печальный опыт Когда Во время войны У России Решили заменить Верховного Главнокомандующего Произошло это В марте 17-го года Когда Россия На минуточку Воевала С тремя Крупнейшими Мировыми Империями И воевала Удачно Немецкие танки Не стояли Под Москвой Больше того Третья Османская Империя Про Восточный Фронт Все забывают А мы Были в общем-то В той Анталии Куда сегодня Россияне дорогие Любят ездить Отдыхать И тратить деньги Вот там Наши войска Стояли То есть Если на Западном фронте Мы держали линию фронта Не пускай их Коренные наши области То на Востоке Так сказать Россия дошла Уже практически До Константинополя Вот И вот в этот самый момент Как потом скажет Черчилль Когда Россия Корабль России Входил в гавань победы Когда до капитуляции Германии Австрии Оставалось Меньше года У нас Внутренние враги Решили произвести Смену Верховного Главнокомандующего Я думаю Что у нас Народ все-таки Мудрый И какие-то Выводы Из 20 века Должен сделать Поэтому Мне кажется Как человеку военному Который находится В самом ближайшем В резерве Даже вопросов Не может быть И так далее Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы Даже не в этом Вопросы Что это стоит Климент Нет Это 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Климент Был бой недолог Слестела сталь Жаленый осколок И не достал Кусок железа Столкнет на край Укажет жезл Господь на рай Кусок железа столкнет на край Укажет жезлом Господь на рай Чья жизнь на вынос моем на вес Меня на минус помножил вес Узнает, сколько на весь Донбасс Таких осколков метело у нас Узнает, сколько на весь Донбасс Таких осколков летело в нас Но русский ангел, слетев с небес Был выше рангом, чем этот бес И знал он дело, не как-нибудь Что в лоб летело, брошено грудь И знал он дело, не как-нибудь Что в лоб летело, нашило грудь Хирург разрезал, а дом сошил Достав железо, из рваных жил Сказал без лести, живи, братан Немного весит твой талисман Сказал без лести, живи, братан Немного весит твой талисман Ползет поселок Был выигран бой И оттуда сколок Ношусь с собой В огне орудий Пусть помнит гнусь Стоит на чуде Святая Русь В огне орудий В огне орудий Пусть помнит гнусь Стоит на чуде Святая Русь Пусть помнит гнусь За морями За чертовым колесом Где-то спрятался В тишине наш дом Там утес Это просто высокий холм Но Дашка всего лишь имя И от южных до северных тех Морей посылает И от южных до северных тех Морей посылает Страна По пятьсот рублей Просто так, как копеечку Для церквей Как сигнал Что нас ждут живыми И от южных до северных тех Морей посылает Страна По пятьсот рублей Просто так, как копеечку Для церквей Как сигнал Что нас ждут живыми Пусть на ней Пусть густой туман укрывает нас Это значит на небе не будет глаз Значит группа на точке Зайдает за час и укроется За домами у парней закружится Голова воздух слабким покажется Как голова станут полностью лишними Все слова, как об этом вообще словами У парней закружится голова Воздух слабким покажется Как голова станут полностью лишними Все слова, как об этом вообще словами Только выдохнешь, сплюнешь через плечо Вдруг разрыв еще один и еще Сразу сухо станет и горячо Знайпер щелкнет над ухом плетью Будет страхом и смертью плеваться лес И подумаешь, что настал конец И тогда Богоматерь сойдет с небес И укроет нас всех Москвсетью Будет страхом и смертью плеваться лес И подумаешь, что настал конец И тогда Богоматерь сойдет с небес И укроет нас всех Москвсетью Я русский штурмовик, я создан для атаки Я четко вижу цель и к ней еду сквозь ад Я движусь на броня, на уцелевшем танке Привычно прижимая разбухший автомат Я движусь на броня, на уцелевшем танке Привычно прижимая разбухший автомат На мне висит статья, когда-то оступился Был молод и горяч, совсем не знал людей Но те, кто не сидели, кто с кем я на месте бился Твердят, что я честней, откройте и смири Но те, кто не сидел, с кем вместе с гидрой бился Твердят, что я честней, откройте и смири Прожженную судьбу сквозь хоратку боя Проносит русский крест и русская авось Я точно вспомню всех, промчавшихся стрелою И чьё течение дней сейчас запроплалось Я точно вспомню всех, промчавшихся стрелою И чьё течение дней сейчас запроплалось Пусть ест себя сама вчерашняя принцесса И инплыхакорь армянин сражаться не привык Ты щелкнула хвостом, и вмиг вцепились бесы, А мне дорога в рай, я русский штурмовик. Ты щелкнула хвостом, и вмиг вцепились бесы, А мне дорога в рай, я русский штурмовик. Я русский штурмовик, я создан для атаки, И четко вижу цель, и к ней идут сквозь ад. Я движусь на уроне, на луце вевшем танке, Привычно прижимая разбухший автомат Я движусь на броне на уцелевшем танке Привычно прижимая разбухший автомат Нет окраины, все здесь Россия Пусть поругана память деду Чьи могилы нацисты снастили Мы вернем память Родины вновь Освобождая Русь от Укрорейха Мы гидре головы прижечь должны Иначе снова будет горьким эхо И этот слух неназванной войны Сколько зверств совершили мы снова Выходы им слова начали сжечь И теперь украинская мова Режет слух, как фашистская речь Освобождая Русь от Укрорейха Мы гидре головы прижечь должны Иначе снова будет горьким эхо И этот слух неназванной войны Князь Олег, князь Владимир, князь Игорь Как защитники у русской земли Не простят нам бандерцев И порядки, чтобы навели Освобождая Русь от Укрорейха Мы гидре головы прижечь должны Иначе снова будет горьким эхо И этот слух неназванной войны Нет в природе князей украинских Это русские были князьям В русском Киеве, в русском единстве Русь поднялась святая земля Освобождая Русь от Укрорейха Мы гидре головы прижечь должны Иначе снова будет горьким эхо И этот слух неназванной войны И этот слух неназванной войны Лихая доля выпала, сыночку моему Громить на Украине нацистскую чуму Слезами вся умытая, любимая моя Вся в шрамах, вся изрытая Донецкая земля Враги все те же самые, ответы все просты Опять ползут на танках фашистские кресты Никто не позавидует взорвавшимся врагам Каленое железо ударит по зубам Ни пули, ни осколочка вслед матушка шепнет У ангела-хранителя Забот не в проворот От смерти и от плена Храни его, храни Согрей своей любовью И духом укрепи Растет наш список длинный Из братьев и сестер Которые испили до дна войны костер И жили, и сгорали в сражениях лихих Поднимемся и выпьем за всех, как из оживых Стоит, не прогибается наш доблестный народ Всегда готов на подвиг, на крест, на эшафот За веру и отечество, за мир, за труд, за май За жизнь без всякой нечисти, за наш любимый край Ни пули, ни осколочка вслед матушка шепнет У ангела-хранителя Забот не в проворот От смерти и от плена Храни его, храни Согрей своей любовью И духом укрепи От смерти и от плена Храни его, храни Согрей своей любовью И духом укрепи И духом укрепи Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ Ангелы мои, хранители, Покровители мои небесные, Часто жил я неубедительно, В образах своих тестых По земле бродил непрекаянно, Не смотрел на чужое мнение, Справедливость искал отчаянно, Не просил ни за что прощения, Убегал от тяжести бремени, От растоптанной любви пьянствовал, По течению реки времени, У истоков бытия странствовал, Был я свет под ума дерзкого, Не искал для души спасения, И у моего сердца гордого Было на все объяснение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ В кромешной тьме не сойти с пути, Дай мне, Боже, сил за тобой идти. Дай мне, Боже, сил за тобой идти, Что в кромешной тьме не сойти с пути. Что в кромешной тьме не сойти с пути, Дай мне, Боже, сил за тобой идти. За тобой идти, за тобой идти, За тобой идти. Дай мне, Боже, сил за тобой идти. Мир стремительно несется, разгоняясь все быстрее. Он однажды разобьется о невежествах людей. И если только не полюбим, Если только не простим, Если только не забудем то, Чему нас Бог учил. Искра Божия сияет, согревая стужу дней, И теплом своим питает доброту в душе людей. Через детские улыбки, Через детские глаза, Через мамины молитвы лечит, Лечит, лечит спелые сердца. Лечит, лечит спелые сердца. Время рыжий горь, Из ноздрей огонь, Впереди нарысь и не торопись. Час еще придет, Сердце пропоет И ключом забьет жизнь. Солнце катится по небу, Улыбается для всех. Научиться так же мне бы, Я вдарил прохожим смех. Я вдарил прохожим радость, Чувство мира и тепла, От любви чтоб только сладость. Дай мне, Дай мне, Боже, два крыла. Дай мне, Дай мне, Боже, два крыла. Время рыжий горь, Из ноздрей огонь, Впереди нарысь и не торопись. Час еще придет, Сердце пропоет И ключом забьет жизнь. Время рыжий горь, Время рыжий горь, Из ноздрей огонь, Впереди нарысь и не торопись. Час еще придет, Сердце пропоет И ключом забьет жизнь. И ключом забьет жизнь. И ключом забьет жизнь. Пусть ваша жизнь бьет ключом. Храни вас Бог. И спасибо Алексею. Я сегодня рад, потому что для меня люди, кто были на войне, знают про нее и говорят про эту правду. Это не просто герои, это проводники, миссионеры. Бог таких людей именно на войне делает, настоящими. Русские кости за слоем злой Восемь веков подряд. На тот момент, что застыл над Невой, В русской земле лежат. Кровью пропитана каждая пять, В воздухе хрип и стон. Но за века не привык отступать Маленький гарнизон. Но за века не привык отступать Маленький гарнизон. Церковь разбита, казарма вдруг Штурм, осада, налет. Маленький гарнизон. Может быть, кто-то на самом верху Русских списал в расход. Может, уйти поредевшая рать, Кто упрекнет в догон. Но за века не привык отступать Маленький гарнизон. Но за века не привык отступать Маленький гарнизон Пищник рвут паруса корабля Или кресты на крыле А за спиною родная земля И на родной земле Им не бывать, потому что опять Занял свой бастион И не намерен его отдавать Маленький гарнизон И не намерен его отдавать Маленький гарнизон Ходим по плитам, как по гробам Сквозь вековую тьму Этот орешек не по зубам Был никогда никому И если ворог Россию глиня Хлынет со всех сторон Я попрошу зачислить меня Маленький гарнизон Я попрошу запишите меня Маленький гарнизон Русские кости За слоем злой Восемь веков подряд На островке, что застыл на огневой В русской земле лежат Кровью пропитана каждая пять В воздухе хрип и стон Но за века не привык отступать Маленький гарнизон Но за века не привык отступать Маленький гарнизон Маленький гарнизон Маленький гарнизон Ну, погнали, славяне! Да какой же обувь без чертей, Да какой же грех без покаяния! Да война какая без смертей, А убитый как без вспоминанья! Русские – это роща берёдовая, Русские – это голова бедовая, Русские – это пить так одна До самого донышка! Нам никак нельзя матерка, Чтоб с разбега в ледяную прорубь, Где всё нам отмерено вверх в ста, Где на крест присядет белый голубь! Русские – это роща берёзовая, Русские – это голова бедовая, Русские – это душа на распах, До луг отрасли в слезах! Только нам нет худа без добра, Только мы всегда с ней отмеряем! Мы не ищем ад добра, Только мы поплача всё теряем! Русские – это роща берёзовая, Русские – это голова бедовая, Русские – это хруст на крестах, А нет голова бедовая, Русские – это хруст на крестах, А нет голова бедовая Никогда однозначно будете зарыты. Русские — это роща березовая, Русские — это голова бедовая, Русские — это бить так до дна, До самого донышка. Русские — это роща березовая, Русские — это голова бедовая, Русские — это грудь на крестах, А нет, голова с устах. Русские — это грудь на крестах, А нет, голова с устах. Ну, мы же русские люди. Спасибо, спасибо. Русские — это грудь на крестах, 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 Праздник, я прошу, ты разреши Обогреть в твоем мне сердце Теплом в своей души Оскрывать так было трудно Мне тревогу за тебя Но открыть своих страданий Никому я не могла Снова вижу ту улыбку И тепло, спокойный глаз Без тебя не обойтись, мой И я счастлива сейчас У меня сегодня праздник Ты вернулся, мой родной Но назад тебя молила И верила, что ты живой У меня сегодня праздник Я прошу, ты разреши Обогреть в твоем мне сердце Теплом в своей души Обогреть в твоем мне сердце Теплом в своей души Спасибо, ребята, которые там были Которые там есть И которые еще будут Здоровья, скорейшей победы И всего самого-самого лучшего Семья огромная наша Она не живет Разный и прекрасный По слову ему народ С традициям, верой, духовной красотой Любя свой дом, чьи изну Любимый край родной Друзьям зовет народа Знакомые места Где встретят у порода С улыбки неспроста Скучаем друг без друга И встречи провел час Все двое наше братство Живет уже у нас Нам нечего делить Мы люди добрые Друзей мы ценим И богатой За лучшие года Что нам и пройдено Любом, господа Благодарим К друзьям зовет народа Знакомые места Где встретят у порода С улыбкой неспроста Скучаем друг без друга И встречи провел час Святое наше братство Живет уже у нас Пусть будет наш союз С годами крепче Мы сердцем наши связи укрепим В большой семье Всегда живется легче Кругу друзей Ты не один К друзьям зовет народа Знакомые места Где встретят у порода С улыбкой неспроста Скучаем друг без друга И встречи провел час Святое наше братство Живет уже у нас Святое наше братство Живет уже у нас Святое наше братство Живет уже у нас Святое наше братство Спасибо, спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok